Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Впервые в нашем городе вас появилось трое. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. Престольный праздник Покрова Богородицы. Как у вас среди денежные средства оказались? 50 тысяч? Попросили у бабушки в дом. По горячим следам раскрыто мошенничество. Марш! Легкоатлетический кросс «Золотая осень». А теперь об этих и других событиях подробнее. Избранная депутатом российского парламента бывший вице-губернатор Ольга Окунева назначена первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Окунева была избрана депутатом Госдумы 7-го созыва 18 сентября текущего года. До этого она несколько лет курировала социальный блок в администрации Алексея Островского. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович поблагодарил всех участников всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая проходила с 4 по 7 октября. «Результаты работы всей системы гражданской обороны города Десногорска говорят о том, что, во-первых, мы готовы, а во-вторых, заслужили высокой положительной оценки со стороны региональных властей». Особое внимание на совещание было уделено ситуации с отказами родителей от вакцинации детей против гриппа. Отмечалось, что чаще всего болеют дети, находящиеся в коллективах в возрасте от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. «Те результаты, которые есть на 10 октября, они не очень, так скажем, показательны. Ну, например, одного садика, дюймовочка, из 65 работников 60 работников сделали прививки, 3 медотвода, а вот среди детей, которых 253 человека, сделано только пока из 20». С 1 октября начали свою работу призывные комиссии. «Предварительное задание областью 25 человек в нашем городе подлежит такое ощущение и вызвано садание комиссии 82 человека. Задание по ресурсам этого года». 14 октября в Десногорске будет проводить прием граждан заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов. В 2017 году в платежках за ЖКХ появится еще одна услуга – сбор, транспортировка и утилизация твердых отходов. Сейчас эти вопросы находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления. А с нового года в соответствии с федеральным законом все действия должны осуществляться региональным операторам. 14 октября православные христиане отмечают Большой престольный праздник Покрова Богородицы. Об истории события нам рассказал настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости протеерей Виталий Сладков. Протеерей Виталий Сладков и кр Realist它. Это четыре года! Если иметьfire такие яркие думы, 경우에는 обращение, которые телекоматерины воровление, а команде підшм 차еки, где به�� bright 선проматоз. Через утенг рcessанде праздник Wild Guard, ты сbakлет, выглач guには fluid» для того же репостного стust pizzola. Име вcontай с документами, начинкой вмешательной протести pipeits Хотя я все помню, здесь начало позитивно проводиться, что повозди ездят как далеки сети, изменивают подошелы. Непрошли от уровня управления по порядку. Но если только проводятся в поливах, приедет и дешевле, что с насадят много военных, за чем преимущество, и дальше нужно было бы. Простелы отмечены от уровня, а что покровало, которые уходили с армией. Что снова в реакции на это повеяло время? И почему вам отмечены, как и все, и перечень на эту форму? Это в том, что подсчетение не отмечено, как мы скажем. При этом не стоит проводить вещества. И другие вещества вещества вещества. Постарая, даже представление с армией, вещество вещества, через подлески, вещества вещества, Но это... если ты то сложишь, то что снял о том, что это такое такое время для того, чтобы эти люди неизвестно. Это, естественно, будет для ошибок, правда, условно-протatchения этих людей, а меньше, допустим, у брожается на тему опасности. Далее, снизу этих часов, которые говорят, уже, по-моему, что были примеры в злое, снизу. А все это они страшные страхи. Поэтому, не с 기자uccным, понимая, что к этому можно technically сказать, что тут опасность. И... Вот это несет неприятное, в начале поблощения, уживающихся. Я вот, если я тебе не издавал, не длиннее, смерть, украинских пунктов, не дамы и не заполняться в сферму, в разбитомии кораблей. И вот, членовский пункт, у меня им перебороза есть для уничтожения и кукра, мечтают, что в украинском пункте. Вот так бывает, по крайней мере, сейчас, В этом году мы получили специалисты в коллективах предложил разумные депутателям, что, с основанием, что он в сети, в нашей жизни, соступаемые называтели, не с ними, чем в вашем консультации. Просто, если в сети жизни не показано, что в сети используют только потом терять. И не наше сеть, не наше сеть, не наше сеть, не наше сеть решительный. Это так много лет, но не с тем, что в этой жизни будет не детьми, а не наше сеть, но наше сеть который тоже может искупать белые акционы. На полнота кFM, то перед управляемые использования с – сообразные опросы – отличный ключiiiii, мы сможем смотреть на кфер, мы сможем с вами сделать разрядку сколько мы сможем мы сможем говорить нити в большей жизни, которая не может выглядеть с тем, как для дома. А мы следуем в чем все, мы можете сделать на кфер в целях. Сумол, это такие позиции в кфер, мы занимаемся к вам в итоге изменяем Блок криминальных новостей. Прокуратурой Шумяческого района в ходе проверки был выявлен факт незаконной порубки 18 деревьев хвойных пород общим объемом свыше 18 кубических метров. Размер ущерба составил почти 170 тысяч рублей. Вечером 11 октября 22-летний житель Десногорска выбросился с 16 этажа. Трагедия произошла в третьем микрорайоне города. Известно, что парень спрыгнул с общего балкона, попасть на который можно из подъезда. Молодой человек скончался на месте. Мошенничество в наше время не редкость. Для достижения своих целей преступники становятся все более изобретательными. Чаще всего их жертвами являются самые незащищенные слои общества – старики. Так в Смоленске двое молодых людей обманом выманили деньги у пенсионерки. Подробности смотрите далее. В дежурную часть обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на улице к ней подошли двое молодых людей. Надавив на жалость, что им грозит исключение из вуза, так как не хватает денег на оплату обучения, они попросили в долг, который обещали вернуть через два дня. Старушка поверила и передала им 50 тысяч рублей, после чего они уехали на автомобиле. Однако вскоре пожилая женщина заподозрила неладное и обратилась за помощью в органы. Был введен план «Перехват». Уже через несколько минут сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, схожий по приметам с указанным в ориентировке. Он двигался по Руслальскому шоссе на выезд из города. Полицейские остановили автомашину. При осмотре салона стражи порядка обнаружили деньги в сумме 50 тысяч рублей. Водители-пассажир были доставлены в отделение полиции. Задержанными оказались житель Саратовской области 1990 года рождения и житель Волгоградской области 1996 года рождения. В настоящее время устанавливается их причастность к аналогичным фактам мошенничества. В отношении подозреваемых с следственным отделом управления МВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. У МВД России по Смоленской области обращается к гражданам. Если вы узнали в задержанных лиц, причастных к совершению преступлений, просьба позвонить в дежурную часть. Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года» смоленский педагог Максим Луференков вернулся домой. В столице вместе с другими учителями он встречался с президентом Владимиром Путиным. Максим Луференков стал не только учителем года в Смоленской области, но и оказался одним из 15, набравших наибольшее количество баллов в двух финальных конкурсах. И в заключении новости спорта. Традиционный ежегодный кросс «Золотая осень» прошёл 12 октября на спортивной трассе Евгенина. Кто принял в нём участие и стал победителем, расскажем в нашем сюжете. Эти соревнования проходят уже не первый год и всегда собирают большое количество школьников – юных любителей бега. Команды из всех четырёх школ города были поделены на три возрастные группы. Пробежать первыми дистанцию 500 метров предоставили самым маленьким – девочкам и мальчикам 2005 года рождения и моложе. У девочек лучший результат показала Александра Шлыкова – средняя школа номер три. Второе место у Алины Синиченковой – средняя школа номер один. Третье – у Анны Удалых – четвёртая школа. У мальчиков на первом месте Юрий Филатов, на втором – Дмитрий Кирин – оба юных бегуна из четвёртой школы. Третье место у Дмитрия Волкова из первой школы. Следующая возрастная категория – школьники 2003-2004 года рождения. Они также бежали 500 метров. Среди девочек быстрее всего эту дистанцию преодолела Анастасия Полторак – средняя школа номер один. На втором месте Ольга Мищенкова – средняя школа номер два. На третьем – Юлия Лебедева – средняя школа номер четыре. Среди мальчиков этой возрастной группы лучший результат у Дениса Голачёва – средняя школа номер четыре. Егор Тищенков – из второй школы на втором месте. Кирилл Лектор – из первой на третьем. Старшая возрастная группа преодолевала дистанцию тысяча метров. В упорной борьбе победила Анна Переходкина – средняя школа номер один. Ангелина Белякова из третьей школы была второй, а Валерия Прокопец – средняя школа номер четыре, третьей. Самым быстрым среди юношей стал Кирилл Чепенко – средняя школа номер три. На втором месте Никита Песигов – средняя школа номер один. На третьем – Кирилл Пенищук – средняя школа номер один. Организаторы соревнований благодарят преподавателей физической культуры за помощь в проведении традиционного легкоатлетического кросса. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desnadefiz.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова